всем привет cinema 4d r21 и давайте здесь попробуем в этом ролике сделать колонну погнали так заходим в примитивы удерживаем зажимаем левую кнопку мыши и открываем ну для начала давайте куб открываем куб alt левая кнопка мыши так все крутим следом переключаемся теперь давайте наверное вот транспозом вот это все дело с плюс ним это будет низ вот такая штука щелчок колесиком и вот четыре экрана у нас появляются вот так все здесь расположено на на перспективу опять же жмем колесиком и вот опять же мы в рабочей зоне так теперь левая кнопка мы и теперь заходим в примитивы и давайте добавим цилиндр немножко его опять же с плюс ним сначала приподнимем вот так вот и вот за это вот квадратик потянем и вот так немножко вот таким образом и опустим а левая кнопка мыши перетягиваем сейчас все это дело посмотрим и немножко скайл и вытянем его вот так вот сделаем побольше это будет нижняя база вот так все это теперь выглядит теперь можно сделать именно дубликат вот этого зажимаем control переключаемся сначала на транспоз зажимаем control и вот эту часть приподнимаем вот таким вот образом теперь нужно добавить к этой сцене именно так 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 тор поработаем немножко сторон немножко его надо вот так вот уменьшить вот таким вот образом немножко приподнять альт левая кнопка мыши смотрим и немножко опять же вот так прибавляем немножко уменьшаем вот таким вот образом смотрим как это все дело здесь состыковалась немножко можно его так ctrl z не двигаем альт левая кнопка мыши смотрим что тут можно еще сделать ну немножко еще наверно так вот уменьшим и альт левая кнопка мыши немножко наверное нужно его сплюснуть вот так припустить и немножко уменьшить вот так вот еще вот таким вот образом ну давайте посмотрим что теперь получится попробуем теперь все это дело вычесть вот включен у нас тор теперь нужно именно зайти в сабдивизию сюда и найти булевые операции вот нажимаем и теперь тор надо в булев перетянуть вот так вот цилиндр приподнять теперь на место тора так не этот цилиндр приподнял это значит назад цилиндр один вот сюда вот теперь все вычелось немного перепутал цилиндры и вот это дело теперь можно вот так вот опустить вот теперь получается нижняя часть чуть 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 побольше вот это вот вот так теперь если мы будем приподнимать она вот может менять вы видите ну давайте сделаем всему этому в control и дубликат цилиндр 2 так так теперь все это дело и пускаем вот так вот делаем всему эту конвертацию вот таким вот образом и смотрим что здесь еще можно сделать вот теперь щелчок снимаем все это дело выделения и давайте вот это все опустим пониже вот так все понижаем вот таким вот образом вот этот теперь сверху чуть-чуть растянем сделаем ее побольше так вроде ровно все и теперь делаем вот этому цилиндру именно дубликат делаем shift так control и вытягиваем кверху теперь все это дело мы немножко уменьшим вот так вот вот где-то чуть-чуть вот так побольше чтоб выступало сделаем и теперь немножко все это дело сплю с ним вот так вот и немножко опустим вот так и еще сделаем дубликат зажатым control вот таким вот образом и немножко можно здесь уже сделать чуть чуть поменьше и пониже и пониже посадить чтоб стыковалась так альт левая кнопка мыши ну в принципе неплохо и теперь вот эту вот нажимаем на вот этот обрезанный цилиндр после boolean control тоже его приподнимаем вот сюда ну и немножко наверное нужно его уменьшить так вот и немножко сплюснуть так вот он немножко изменяется вот таким вот образом ну и теперь сверху давайте еще дублируем вот эту вот часть control зажатый все это дело цилиндр уменьшаем делаем его где-то вот так вот чтоб он слился именно вот с этой частью смотрим сверху вроде все прикольно альт левая альт колесико альт левая кнопка мыши все это дело крутим так control z shift z так теперь еще раз продублируем ускакал цилиндр мой и вот так его на это же место поставить можно и немножко его еще так можно его даже вот так чуть побольше сделать он тогда прикольный будет вот так и немножко еще уменьшить вот таким вот образом и немножко и поднять скорректировать ну такая прикольная база теперь делаем control и левая кнопка мыши поднимаем опять же уменьшаем часть вот таким вот образом это уже будет колонна вот так колесико уменьшаем control зажатое колесико тоже все это вводим и пардон alt зажатая левая кнопка мыши вертит и alt зажатое колесико договорился уже ну и вот это все дело нужно теперь приподнять тянем вот за этот вот квадратик за этот курсорчик вот так вот раз все это дело колесиком отдаляем alt зажатое колесико подводим поровне и используя транспорту так все это дело ставим вот такая получается колонна так это колонна у нас получается гладкая посмотрим как все это здесь выставлено вроде ровно тут тоже вроде ровно и тут вроде нормально так опять же колесиком щелкаем на перспективу и нужно сделать здесь каннелюры каннелюры будем делать с этой же колонны вот так вот сначала давайте ее так control z продублируем опять же control и левая кнопка мыши так можно даже его боку так отвести и alt зажатое колесико все это дело подгоняем колесико крутим и alt зажатое колесико выводим вот так вот сюда вперед ну теперь нужно это все дело уменьшить вот так все это уменьшаем и теперь используем типа транспорс функция перемещения и вот так все это дело тянем вытягиваем пусть будет побольше это не беда ну и теперь колесиком щелкаем на экране переходим вот в такой вид и щелкаем нам понадобится вот этот именно вид нажимаем на него колесико и вот она наша колонна вот она нужно ее теперь поставить на поближе к этой колонне верхней ну и так вот за транспорс и вот сюда вот так ее перетягиваем теперь control перетягиваем вот сюда вот приблизительно ставим чтобы она одинаково углублялась теперь control делаем дубликат чуть-чуть в бок уводим немножко подкорректируем и немножко кверху поднимем вот таким вот образом теперь опять же control отводим в бок на рядом вот с этой колонной ставим чтобы диаметр смотреть более-менее и вот так вот подгоняем вот так вот раз и немножко можно приподнять вот таким вот образом ну и процессу такой вот не сильно нудный но требует именно затрату времени вот таким вот образом чуть-чуть близко не ставим чтобы все-таки каннелюры были симпатичные тут все поделено именно вы видите по разметки и control опять же раз и вот в эту разметку можно их ставить опять же control вот так control где-то вот так тоже близко ставить не надо не во все попадают они тут слишком близко поставлено так немножко увести немножко припадать опять же на эту control чуть-чуть уводим приподнимаем опять же control зажатый левая кнопка мыши и вот так все это дело здесь потихоньку корректируем так чуть-чуть еще чтобы близко они не были опять же control зажатый и последний уже ставим как будем смотреть как это все дело тут получится получится так теперь колесико нажимаем переходим в режим перспективы смотрим что тут да как и вот они все наши цилиндры так нажимаем зажатый shift сначала на цилиндр переключаемся так это не тот цилиндр смотрим так цилиндр два три четыре вот у нас девятый и начинается все так пятый ну давайте с пятого начнем с шифтом выделяем вот эти все цилиндры левая кнопка мыши так alt левая кнопка мыши смотрим чтобы все были выделены так и нужно найти теперь вот эту вот именно вот она четвертая колонна вот она вот с нее будем потом вычитать так и вот это вот все дело нужно теперь объединить объекты и объединить группировать объекты вот получается у нас 0 и вот теперь нужно все это дело вычесть так ставим на цилиндр и теперь нужно добавить опять же булевые операции нажимаем на sub divide и булев вот он у нас булев переносим ноль на булев и четвертую колонну переносим на место булева вот она произошла булевая операция все произошло вот вычитание вы видите какая колонна вот так все это дело выглядит вот зажатая левая кнопка мыши ну и давайте эту колонну теперь сохраним в формат прикольная будет прикольная будет так теперь все это дело заходим в файл и экспорт и экспорт опш формат нажмем окей высвечивается окно у нас вот такое и здесь нужно написать название именно или просто оставить вот без названия два сохранить вот такая база вот такая колонна вот так вот она выглядит вот такая вот такие каннелюры все всем пока до свидания